привет народ youtube а сегодня у нас на распаковке телефончик 342 грамма 39 баксов заценили я конечно опасался что он не придет по той причине что здесь у нас как многие уже знают в россии это уже проблема я думал украина тоже в этом участвует может и участвует не знаю ну как видите телефончик пришел сейчас это дело вытащу вроде как бы никто не вскрывал вот такая упаковка была все я просто интересно что почта обычная пришла укрпочтой принесли и чем-то там вот два-три протыкания и все и он уже перестает быть функциональным то есть он уже никак не защитит телефон от повреждения ну как бы там ни было дошло нормально в общем то я доволен вот это у нас переходник здесь что у нас сим-карта что это наборчик видите как-то отдельно положили все это дело не знаю почему вот такой подарочек получился по всей видимости там лоток полнофункциональный что ли ну полноразмерные имеют душ знаю посмотрим идем дальше у нас комплекте еще чехол пришел не чехол а бампер точнее это так охрана разорвал телефончик не для меня я под заказ так что ты будешь делать склеился так что не достать ультра но для 4 x серии очень мягкий вообще не знаю можно скрутить его в четверо сложить видите какое кнопки закрыты то есть тут не сквозные дырочки сейчас я съедаю добавлю немножко вот так наверное лучше но остальное вроде бы как и нормально но в руке будет я думаю нормально держаться а то это как бы все таки проблемка из руки может выскользнуть элементарно так еще screen положили то есть защитную пленочку но я ее пока скрывать не буду пойдем дальше коробка оказалась совершенно целой даже углы не помялись это конечно плюс вот он xiaomi ram chrome 216 версия на 216 но в общем характеристики читать не знаю dragon 435 процик у нас 13 мегапикселей камера 1 2 5 5 5 дюймовый экран android мию 8 и 3 вроде бы как и 4000 миллиампер аккумулятор ну и все такое остальное ладно перейдем непосредственно к 4x вот видно переливается на черный у нас совершенно черный приятно конечно на ощупь пленочка тут только защитная вижу да под ней никакой пленки больше нету камерка сенсор в принципе мне кажется как 5 дюймовый экран смартфон скажем самый такой оптимальный на мой взгляд в руке хорошо помещается можно одной рукой полностью все работать без проблем давайте немножко поближе посмотрим как он выглядит динамики как будто бы тут в одном месте динамик другом микрофон скорее всего микрофон с этой стороны здесь у нас симки флешки тут у нас наушники инфракрасный дополнительно микрофончик имеется тут громкости включить выключить в общем и все симпатичные вставочки камерка фотоспышка одноцветная сенсор логотипчик ну вот это все снимается пока не буду снимать ну и сама экранчик это конечно сниму здесь у нас что наблюдается кнопочки сенсорные в общем то и нормально видно давайте посмотрим что у нас в комплекте идет вот таким образом размещаются симки и флешки наносим микросим микросим и если у вас наносим то micro sd не поставите нужно микросим для этого мы получили вот этот комплект с помощью которой можно извращаться как угодно в общем это так краткое описание и гарантийный условно гарантий вот она кнопочка иголочка скажем родная так вот советую именно вот так брать вот так не так может так и удобнее но зачастую края отламывают ну тут и показано как все укладывается в общем то и описание читать не надо все тут видно хорошо пока я поставлю назад что у нас еще тут стандартный шнурок usb micro usb тут пусто у нас тут тоже пусто видно видно как клеем на мазали клей до сих пор лепучий так куда то я потом тебе искать буду очень много пустого места и зарядное устройство попробую вытащить что она нам показывает то здесь он нам показывает 5 вольт 2 ампера 2 ампер на xiaomi вроде как родная ладно убираем всю эту номенклатуру за подарочки конечно спасибо сейчас я пока не включая засунуть так села в общем то хорошо имеется тут немножко недостаточек шов шов чувствуется шов очень сильно чувствуется но зато менее опасно я походу уже включил ладно пускай загружается но так в чехле в бампере он выглядит я заказал и чехол потому что будет таскаться все это дело на работу посмотрю силикон нож очень мягкий поэтому может выпасть в любой момент мне так кажется что-то он слабоватенький ладно пускай грузится посмотрим а тут написано для айфона как-то я сразу не обратил внимание ну тут 4x изображен айфон ну замануха понятно надо пока грузится я посмотрю на пленочку комплекте ветошь но и тут в общем то и показано каким образом да это первое снимается клеится потом это вторым снимается дырки пробиты криво вот здесь видите по ходу подарки раз это раздают немножко подбракованные так ну тут у нас края получается остаются немного так как экран у нас 2d таким образом получается долго ждать пришлось пока он запустился но запустился ищем родной так какая лучше клавиатуру ребята подскажите подключаю к своей сети все подключено идем дальше понятно куда же денусь сим-карт нету есть но потом добавляем отпечаток тыкаю как попало все готово хватит ни одного пальца нам предлагают разные темы уже и даже не знаю какой то ласка разбегается пускай это будет наконец-то завершил настройку первичную теперь будем готовиться к вторичным третичными четвертичным опять будем ждать опять загрузка приложения вся кофе не прогрузились данные такой наборчик тут с нуля получается целая куча всего напхана свободно 898 из двух таким образом настройки заглянуть экранчик яркость на 50 процентов тем более автонастройка включена яркий экран вообще выключил алло пипец ребята я не вижу где даже клацать гасит полностью гасит я и вообще не знаю как и смысл вообще гасить но так ярко вроде бы она ставлен автомат на 50 как будет уже сообщение поперли режим чтения то насыщенность меняется ну все можно подгонять размеры кто плохо видит в общем то с плохим зрением можно настраивать проблем нету поворот экрана до полу по поворачивает и здесь даже уже предустановленных прям целая куча нужно онлайн накачать на пока туда не надо темы тоже имеются ринг тона да 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 громко громко хотя не все ну все 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 разошелся да динамик нормально меня в общем то устраивает громко слышно не знаю как это будет на улице должно нормально быть вибрация при звонке пускай будет где-нибудь в кармане где-то в шумно там особенно зимой в куртке может не слышно а так вибрация будет нормально средний короче короче целая куча всяких настроек гарнитура тут тоже улучшение звука не знаю работает не работает у меня нету хороших наушников второе пространство имеется две системы настроили одну сам другую там допустим ребенка чтобы никуда не залез это так хранилище свое езда свободно 8 16 встроена 8 доступно остальное все приложение 1 и 4 гига но тут по мелочам всякая фигня вот он детский режим есть включили детский режим и все и до свидания все плохое да скриншот можно экрана сделать еще навороченная не буду я дальше особо вникать в эти дела ми аккаунт нет у меня пока ми аккаунта а телефончики модель на длины 4x версия android 601 обновленный 0 1 0 2 17 года в этом году версия мию 8 2 1 0 8 ядер макс 1 и 4 оперативки 2 память 16 встроена 8 доступно ну так как есть да авторы перевода занимались переводом прошивка глобальная да ребята все переведено на русский язык все буквально все нет ничего чего бы не было бы переведено так ладненько сейчас загружу пару приложений в плей маркете для теста ну вот вы видите дран данные фпс достойный фпс для данного смарт драгона давайте теперь посмотрим системные требования системы в общем-то оперативка центральный процессор 435 снабдрагон опять таки кортекс а53 ты и ядра там стоят 64 бита интересно все почти все работают только два во сне чем это связано не знаю что-то работает еще отображение на матрица тут у нас ipc hd качество в общем 5 дюймов 294 dpi на дюйм точек рендер у нас адрена сетевые данные отношение батареи 4100 обещают скорость разрядки в данный момент сто сто семьдесят пять миллиампер 37 температура батареи андроид андроид версия 601 в общем так пролистал показал так камера просчитал нам камеру теперь 13 8 мегапикселей что-то поддерживается что-то не поддерживается стабилизации нету зон имеется разрешение видео пять мегапикселей а 21 в общем много всего имеется в виду температуры датчики фул набор так датчики датчиков у нас много все перемещаются много тут всяких разных датчиков просто завались здесь как бы все тут и нам тоже в общем ничего особенного не показывает все то же самое тут еще можно пальцы потыкать так все пальцы поставил семь штук восемь даже 9 9 9 касаний что ж такое наверное неправильно касаюсь 9 касаний нащупал сенсор это не с первого раза это не с первого раза ну вот 3д марк картинки видео точнее прогнал экстрим 294 цифры получилось так как видите это устройство мистическое они не признают его так что больше здесь мы ничего не увидим как то она все дрожит но так в общем и случае чего можно использовать как и микроскоп все больше не фокусе вот так зафиксировать и довольно таки неплохо а если сфотографировать попробовать сфотографировал получилось немного мазня все таки тут установок полно всяких взглянем на исходную позицию вот да тут можно выбирать многое чего оно интересное прикольно прикольно управление ночное улучшение голос тут еще множество настроек да для камеры ребята настроек масса самая высокая четкость вот так наверное тогда будет еще лучше видно насыщенность как то непривычно да вот это сбоку находится потому что камера в углу съемочка идет можно регулировать яркость до паузы сделали продолжили опять то в общем неплохо камерка снимает фотография 9 на 12 побольше информации подробности разрешение разрешение полтора мегабайта занимает 460 на 3 120 если нажать HDR то он более менее сдерживает уменьшается вибрация в общем надо еще заниматься камеркой вот видите как я вращаю гироскоп работает в общем нормально это надо камеру снимать чтобы показать что все вокруг есть надеюсь и так видно заодно обзорчик экрана посмотрели что хорошо все видно немножко масочку поодевал шлем точнее за собачками понаблюдал так и вообще тревел там всякие разные прикольные эко-порт в общем-то проверил у меня samsung телевизор ну так как антенны нету и телевидение я не смотрю поэтому что тут демонстрировать могу включить выключить громкость покатать то и все в общем-то и все на этом главное девушка работает где-то в гостях буду или еще где-нибудь какой-нибудь там супермаркете то можно будет и побаловаться осталось зарядки десять процентов информер проинформировал меня в этом отношении вот напряжение родной зарядки будем заряжать с разной зарядки 5,29 было сейчас 5,18 5,2 почти 2 ампера идет зарядка ну что пускай заряжает 5,2 вольта 2 ампера практически все я оставляю ну и буду поглядывать на ток сейчас 18,36 экран выключился ток заряда упал до 1,5 полтора ампера прошло некоторое время уже 3000 с лишним намотала ну и ток немножко упал до 1,3 смотрю индикация подсвечивается сейчас попробую заглянуть 82 процента через 31 минуту обещают зарядиться ладно пускай заряжается не будем отвлекать что ток падает уже 600 миллиампер 94 процента еще 11 минут ну ладно подождем что замигало все вот буквально только что на моих глазах 3845 накачала 400 нету ну почти 4 тем более это первая зарядка я так думаю где там сенсор распаковал в общем зарядили 100 процентов хорошо получается что последняя зарядка 3 часа заряжалась 3 часа заряжалась в общем аппарат летает бегает особых нареканий нету за свои деньги я думаю он будет отрабатывать всем удачи пока 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 нету 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 Продолжение следует...